Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. В это время, как всегда, ежедневно мы встречаемся с наиболее яркими представителями отечественного бизнеса и разговариваем с ними, пытаемся добиться ответа на вопрос, как, как, как быть успешным бизнесменом. В России, тем более, как правило, мы на это делаем акцент, это не всегда просто, ну или, как минимум, есть некая, видимо, есть некая специфика ведения бизнеса. В общем, вот об этом, обо всем мы говорим и сегодня. Тема сегодняшней программы, обозвали мы ее так, деловые мероприятия, как эффективный инструмент продвижения компании и о неких секретных технологиях организации и потенциала этого рынка мы сегодня поговорим. И я с удовольствием представляю сегодня в гостях в этой студии Алексей Манихин. Добрый день, Леша. Добрый день. И Андрей Панферов. Добрый день. Владельцы агентства специальных проектов Prime Time Production. Ну и еще раз обоим вам добрый день. Давайте сразу начнем наш разговор. И традиционно первый вопрос будет такой, что привело вас в этот бизнес, ну, в какой-то степени ваш, еще не продолжительный, я вижу, по вашим молодым лицам, жизненный путь? Ну, что я могу сказать. Нас привело желание развиваться в той теме, в которой мы считаем мы наиболее эффективны, и в той теме, в которой мы горим. У нас до определенного момента были какие-то собственные направления, собственные бизнесы. Потом случайно мы решили привнести... А собственные они отличаются от того, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, они были связаны в основном с интернет-бизнесом, с интеллектуальным бизнесом, с продажей бизнес-планов, с интернет-магазинами. Потом мы просто встретились и решили организовать какое-то деловое мероприятие. Мне, например, нравятся деловые люди, мне нравится собирать их вместе, общаться, каким-то образом влиять на ситуацию, на экономику. Андрею нравилось организовать большие масштабные мероприятия. Вот на этой теме мы в целом сошлись. А вы раньше были знакомы друг с другом? Ну, мы где-то познакомились, наверное, за полгода до этого. Алексей тогда еще жил в Волгограде. У него в Волгограде был хороший процветающий бизнес по рефератам. А потом как-то он приехал в Москву на тренинг, мы познакомились. И с тех пор Алексей, когда приезжал, он все время оставался у меня ночевать, потому что так хорошо сошлись. И как-то раз он, когда он мне позвонил и сказал, ты знаешь, я переехал в Москву, вот давай увидимся. А ты переехал прямо на пустое место или у тебя какие-то идеи уже были или что? Я взял две сумки. Серьезно? Понял, что либо сейчас... Ну, ты как Ломоносов, я тебе хочу сказать. Либо сейчас, либо никогда. Нет, я просто понимал, что сколько можно... Вот почувствовал, да, где-то спинным мозгом пришел момент. Я год ездил в Москву, очень много денег, не одну тысячу долларов потратил на собственное образование, ходил к лучшим тренерам, к лучшим экспертам, общался вот этой молодой бизнесовой тусовке. И я понял, что если не сейчас, то дальше уже будет... Ты уже завязнешь просто. И меня ничего... Несмотря на то, правильно, да, Андрей сказал, что у тебя был приличный бизнес в Волгограде? Мы писали, мы консультировали студентов по написанию дипломов, чего ж тут греха таить. Мы писали бизнес-планы, да. Нормально? Ну, то есть нормально деньги зарабатывал, правильно? Для провинции, да. Для провинции последние месяцы зарабатывать 150 тысяч. Это было серьезно. Там король ходил по Волгограду-то королем, поди. Ногой открывал дверь любого клуба. Конечно, конечно, с такими деньжищами. Да. Ладно, хорошо, дай бог, да, что это свершилось. Ты приехал, понял, что действительно надо что-то в жизни менять. Нужно развиваться. То есть я понял, что, ну, мужчинам что нужно, да, как говорит Сергей Азимов, забить своего мамонта. И мне тоже хотелось забить своего мамонта. И чтобы это было масштабно, чтобы это было на всю страну, а лучше на весь мир. И чтобы рядом были сильные личности, да. И вот ты, и они вокруг где-то рядом. Я тебе так хочу сказать, слушая тебя, ну, если позволишь, дипломатично, ты не лишён честолюбия. Конечно же. Ну, это нормально, нормально. Действительно, мужчина в конечном итоге становится мужчиной только потому, что он горы сворачивает, а эти горы, естественно, вот они впереди, их нужно увидеть. Ну, очень мало просто людей, на самом деле, вокруг, которые, ну, по-настоящему в России, вот это, кстати, одна из специфик бизнеса в России, очень мало людей, у которых действительно что-то амбициозное в глазах сверкает, и кому хочется добиться чего-то реально большого. Мы когда, то есть, ну, когда мы поняли, что у нас конференции хорошо пошли, мы поставили себе план за 10 лет сделать лучшее в мире агентство по организации конференций. Ну, это нормальный план. То есть, и вот сейчас там выполнено, наверное, процента 2-3, но, ну, насколько интересно, насколько задача, ну, по всей... Так как мы работаем, то есть, мы спим, наверное, часа по 4 в сутки, там, ну, иногда по 6, если день, если воскресенье. Вот. И по всем пунктам мы должны были, наверное, уже умереть. Но, как бы, интересная, амбициозная задача, от которой большой мамонт, за которым мы гоняемся с бейсбольной битой, у нас вовсе бейсбольные биты... Как символ, да, как символ успеха. Ну, у нас действительно стратегически большие планы, то есть мы, несмотря на то, что работаем на рынке практически, да, полгода, мы уже провели 5 больших деловых мероприятий, и наши такие стратегические задачи в течение, наверное, следующих трех лет, да, повысить количество мероприятий больших деловых, это до 20-30 в год, и выходить уже потихоньку на международный рынок, делать свои маленькие довосы, свои маленькие форумы нефтяных компаний и так далее, развиваться, да, нам интересно собирать политическую, деловую, культурную элиту. Здорово, здорово. Да, Андрей? Лет через 10 хочется просто сделать, ну, знаете, какой-то свой большой ООН и делать так, чтобы какие-то глобальные вопросы решались на наших мероприятиях. Боже мой, боже мой, вы меня пугаете. Через 10 лет, я представляю, да, если я доживу, конечно, до этого времени, я буду вспоминать, что я с вами... Не, ну, на самом деле, о чем маленького Мамонта-то выбирать, если можно за большим погнаться? Правильно, правильно. И того, чтобы, да, что-то добиться в жизни, нужно ставить глобальные цели, это очевидно. Ну, именно вот я хотел как раз сказать, что именно большая, осязаемая, да, осознанная точка B, она как раз-таки и позволяет не распыляться, то есть люди спрашивают, откуда у вас столько энергии, а как вы движетесь, а куда вы движетесь. Нам все понятно в целом, остальное это тактика, стратегии уже построены, векторы все определены, мы просто теперь движемся поэтапно, решаем поэтапные задачи, мы знаем, с какими задачами нам предстоит толкнуться, и просто идем к своей цели. Очень приятно всегда, ну, еще вот одна из проблем такого российского рынка, это кадры, то есть, ну, с образованием сейчас в России, сами понимаете, полное, матом ругаться в эфире нельзя. Да, ни в коем случае. Вот. Сами понимаете, что там полное у нас с российским образованием, и там, когда собеседуешь, там, 500 человек, там, с января по май, из них оставляешь только реальных зубров, только, на самом деле, большая цель, которая идет организация, позволяет привлекать лучших людей. То есть, ну, всегда у небольшой компании всегда ресурсов немного. Подожди, ты сейчас о собеседниках заговорил, речь идет о персонале вашем, я так понимаю. Да, 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 о команде. То есть, выбор профессионального сотрудника – это проблема, и для вас в том числе? Да, я думаю, для любого собственника бизнеса, а учитывая нашу специфику, мы, поймите, специфика нашего бизнеса заключается в том, что мы небольшие, у нас как команда спецназа, мы делаем огромные большие мероприятия, нам нужно побеждать вот в этих локальных таких сражениях малыми силами. Нас сейчас около 17 или 16, у нас всегда два человека в режиме теста находятся. Это нормально. Вот, поэтому мы строим сильную команду, да, нам нужны лучшие кадры, и мы их тщательно отбираем, поскольку мы набираем себе прежде всего в первый ближайший наш круг управленческого состава, только соратников, людей, которые действительно хотят задержаться в этих деловых мероприятиях надолго. Конечно, у нас тщательный отбор, и профессионалов на этом рынке мало, потому что продукт очень сложный, продукт интеллектуальный. Чтобы продавать, чтобы подавать его, должны привыкаться лучшие ресурсы. Согласен, а где вы ищете, собственно, ресурсы, где эти, отбираете? Слушайте, ну там смешная была ситуация. Мы сейчас занимаемся организацией российской недели маркетинга 2013, то есть вот, и, собственно, когда мы ее начали делать, как-то так случайно мы сошлись с компанией HeadHunter, которая, вы знаете, как крупнейший, ну, один из крупнейших сайтов по поиску работы в России, я не знаю, кто там, какой он в рейтинге, и мы с ними договорились, что, ну, давайте, там, вы станете HR-спонсором нашему. Они нам, по-моему, собственно, дали вакансии, и мы начали собеседовать. Мы начали собеседовать, наверное, вот... Для вас это ничего не стоило, что вы вот предложили им спонсорство? Не буду говорить условия, но условия были интересны. Вот, и нам, и им. И, значит, мы начали собеседовать прям массово, то есть нагонять огромные толпы народу на собеседование, там человек по 20, по 30 в одну комнату, там, за раз. Ну, соискателей было много, это, да, тоже важный момент. Более 500 за 3 месяца мы от собеседования. Ну, видите, то есть желающих много. Желающих много, но вопрос к самим желающим. То есть, ну, реально кадры очень сложная проблема сейчас, вот, ну... Извини, пожалуйста, а почему вот этот объем, да, потенциальных ваших сотрудников, он вот такую цифру имеет, да, 500, вы говорите, за несколько месяцев? Потому что позиция, на которую вы набираете сотрудника, она может быть, как бы сказать, не узкоспециализирована. То есть любой из тех, кто почитал этот объем, говорит, ой, дай-ка я попробую сюда пойти. Не зависит. Не совсем так. Нет? Дело в том, что, как бы, любой бизнес, связанный с мероприятиями, людьми воспринимается как рок-н-ролл. То есть, ну, что в конце... Да, я люблю рок-н-ролл. Конечно. У меня нет, правда, опыта, образования нет, ничего у меня нет. Ну, рок-н-ролл-то я люблю. Я пойду, у меня получится. Или там у меня нет, у меня уже есть образование, я там очень, я считаю себя очень умным, но ни разу нигде не работал. Дай-ка попробую. Дай-ка попробую. Или я уже где-то работал, но... То есть, в основном, вот такие персонажи, я так понимаю, да? Люди здесь не понимают, что вот в нашем бизнесе ключевая компетенция это быть коммуникабельным и понимать интересы твоего контрагента. Будь это делегат, партнер или спонсор, да. Леш, ну что такое быть коммуникабельным? Вот ты знаешь, Андрей знает, я, может быть, даже знаю. Иметь, понимать, чувствовать интересы твоего потенциального партнера и говорить с ним на языке его выгод, и делать, таким образом выстраивать с ним взаимоотношения, чтобы ему было приятно и эффективно с тобой сотрудничать, и нам было хорошо. Это уже профессиональный подход, ты сейчас излагаешь. Здесь смотрите, какая история, что по факту вот такая коммуникабельность, да? Это когда ты, во-первых, ты предполагаешь, что интересно собеседнику, ты при этом понимаешь, что есть у тебя, ты умеешь соотнести то, что ты имеешь с тем, что есть у собеседника, и ты, самое главное, ты действуешь не как девочка-биоробот, когда там тебя прозвонят, «Алло, здравствуйте, купите там мою программу», а действуешь с умом. То есть ты выслушиваешь человека, выслушиваешь то, что у него сейчас болит, и предлагаешь... А, Андрюш, времени нет, я тебе не хочу все-таки этот вопрос произнести. Смотри, вот когда вы сайт этот оформляли, я имею в виду заявку на соискание, вот какие требования вы к этому самому соискателю там упоминали? Просто написали, нужны коммуникабельные сотрудники? Мы писали обычно на каждую должность, что нам нужен, если в продажах, нам нужен маньяк-продаж. Если маркетолог, маньяк-маньяк. Конечно, извини, пожалуйста, это страшные вещи. Мы сейчас, тем не менее, прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Манихин и Андрей Панферов, владельцы агентства специальных проектов «Прайм-тайм-продакшн». Мы говорим о деловых мероприятиях как эффективном инструменте продвижения компании. Ну и продолжим разговор. Как раз вопрос повис до новостей. Когда вы ищете себе сотрудников? Какие, собственно, качества вы там отмечаете, чтобы действительно я прочел? О, это обо мне. Ну, помимо того, что я люблю рок-н-ролл, да, Андрей? Ну, это само собой. Да, да, да. Это обо мне. Все, у меня наверняка получится. И я пошел. А, ну, вон что. Ну, мне кажется, банальные вещи, скажу, это коммуникабельность, ответственность, автономность и многозадачность. Вот там так было написано. Да, на всех вакансиях, которые мы делаем, там еще даже расшифровано, что значит коммуникабельность, объяснено. Вот, вот, неважно. Потому что я не знаю, коммуникабельность, ответственность. Я коммуникабельный, ответственный. Не-не-не, там написано, умение доводить любое дело до логического завершения, несмотря ни на какие проблемы. Это уже конкретная задача, согласись. Ну, да, ну, как бы в требованиях. Да-да, ответственность, это вот что-то. Ты начал, да и закончи. Вот это уже по взрослому. Вот, ну, примерно так. Коммуникабельность, умение вступить в диалог и договориться с любым человеком, несмотря на стрессовую ситуацию вокруг. Совершенно верно. И причем добиться, да, задачи. Добиться результата. Это, да, который тебе нужен. Ну, если завершать, да, так, тему с персоналом, то хочется сказать, что есть на рынке люди, способные решать задачи. Их немного все же. В любом случае, они, работая с нами, находятся непрерывно в режиме коучинга, потому что, поскольку, ну, мы делали вдвоем конференции, мы, примерно, и хорошо делали, да, то мы примерно понимаем, в каких компетенциях, да, необходимо прокачать. Это коммуникабельность, это навыки продаж переговоров, это маркетинг, это интернет-маркетинг, это оффлайновые способы продвижения, вот. Ну, поскольку мы в этом, ну, достаточно, как бы, разбираемся. Поднаторели, поднаторели. Да, то мы и наших сотрудников непрерывно обучаем. И мы чувствуем их профессиональный рост. Когда люди приходят к нам первый месяц, они даже общаются одним языком, да, ближе к концу первого месяца, они уже и говорят по-другому, и, соответственно, фактически результаты их работы, они, соответственно, тоже... А я вообще, я монозадачный человек, то есть я, как бы, одно дело я делаю, я его доделаю, и дальше буду следующий. И поэтому, когда ко мне подходят, я начинаю, ну, новые сотрудники, я уже через две недели начинаю говорить, так, слушай, реши там что-нибудь сам, главное, меня не трогай. Не трогай, да, потому что я занят другими делами. Вот, и удивительным образом они начинают решать эти задачи, и, ну, то есть это и на них влияет, и на них влияет. Вот, это помогает, да, тебе решать такие стратегические какие-то моменты, потому что ты вот такой монозадачный. Так, замечательно, замечательно мы поговорили о проблеме кадров. Давайте вернемся, и у меня вопрос следующий. Что такое деловое мероприятие, если можно вообще каким-то образом обрисовать? Деловое мероприятие, да, если стандартно рассматривать, это мероприятие уровня форумы, конгрессы, конференции, мастер-классы. То есть деловое мероприятие, это мероприятие, на котором собираются деловые люди, да, в костюмах, в галстуках, и говорят о деньгах. Окей, не совсем о деньгах. Люди говорят о вопросах, относящихся к деловой части жизни, к тому, на чем они зарабатывают деньги. Это может быть связано с работой. Я недавно видел конференцию, называется travel living, то есть жизнь в путешествиях. И я не могу сказать, что это не деловое мероприятие, потому что люди обсуждают, как им жить в путешествии, зарабатывать деньги на путешествиях, и при этом непрерывно с вами путешествовать. А зачем ему нужно это непрерывное путешествие? А им нравится. А, понятно. Любое деловое... Люблю я это. Любое деловое мероприятие, да, ну, в нашем понимании, конечно, у многих организаторов мероприятия не всегда такое понимание, но в нашем понимании любое деловое мероприятие должно иметь цель, определенную концепцию, а зачем, собственно говоря, мы делаем это. Совершенно верно. Что мы собрались? Можно собраться просто, да, посидеть, чайку попить, потрындеть и разойтись. Понятные задачи, да, какие задачи должны быть решены в рамках этого мероприятия, какая целевая аудитория или какие целевые аудитории должны собираться на данном мероприятии, и, собственно говоря, какое взаимодействие должно быть между этими целевыми аудиториями. Поэтому, если мы рассматриваем деловое мероприятие как продукт, он очень многослойный, очень тонко его можно нарезать. Ну, давайте резать, я очень люблю многослойные торты разрезать. Из чего обычно состоит деловое мероприятие? Ну, как бы, не из чего, давайте так, а из какие выгоды дает деловое мероприятие? Давайте так, от главного, да? От главного. Задача какая у делового мероприятия? Что мероприятие делает деловым? Вот так бы я бы сказал. Вот смотрите, что делает, ну, давайте так, наверное, задачи реально. Какие задачи с помощью делового мероприятия можно решить? Первый пункт – это собрать тех, кому интересен твой продукт. То есть, ну, допустим, вы организация, которая продает, там, я не знаю, автомобили, вы собираете своих дилеров или потенциальных дилеров на, собственно, конференцию, и там, помимо того, что вы даете им какую-то мощную ценность, какой-то образовательный контент, какие-то знакомства, нетворкинг, вы заодно им продаете свой продукт. Можно, как бы, если речь идет о более серьезных, то можно там решать проблемы рынка, то есть собирать вместе там серьезных людей, чтобы они решали какие-то там свои проблемы. Давайте, мол, соберемся. Но это некое бизнес-сообщество все равно какое-то получается. Да, это сбор бизнес-сообщества. Ну, это любое дело мероприятия, по факту, это всегда, ну, тусовка, то есть, да, куда собирается много людей с целью там увидеться и обсудить совместные проблемы. Плюс второй момент – это всегда часто образование. То есть, ну, как бы… Это как дополнительная опция все же, да, образование? По-разному можно вращать. Можно и так, и так. Так, зачастую также, помимо всего, что сказал Андрей, это и место, где, во-первых, это дискуссионная площадка, где каждый может выступить со своим мнением. Это, безусловно, обзор трендов в отрасли, в рынке. Это в любом случае, так скажем, такой некий бал, да, где элита отрасли… Бал, ты имеешь в виду танцевальный бал в этом контексте. Это деловое, деловое, где собирается элита, да, той отрасли, которая собирается, да, и если вас нет на этом балу, то можно сделать вывод о том, что вас и нет на этом рынке, вы незаметны. Вот, прийти, посмотреть на конкурентов, посмотреть на тренды, взять себе каких-нибудь сочных клиентов. Вот все из-за этого. Там много… Составляющих. Много составляющих мероприятий, и мы стараемся делать мероприятия, которые учитывают интересы различных аудиторий, и они нацелены на решение различных задач. Ну, смотри, вот даже слушая вас сейчас вот это перечисление, я уже, честно говоря, не могу представить, да, ну, то есть оно настолько многоплановое, это самое деловое, я не могу представить его структуру, да. Давай на примере. Давай. Вот смотри, нам удобно говорить на российской неделе маркетинга, потому что она скоро. То есть там как? Мы собираем аудиторию, первое, аудиторию рекламодателей, мы собираем крупнейших рекламодателей, которые есть на российском рынке, и забираем коммуникационные, маркетинговые, рекламные агентства. Для того, по факту, для того, чтобы там агентства смогли предложить свои услуги и помочь там решить рекламодателям свои проблемы, то есть, да, обменяться контрактами. Вот. А параллельно мы решаем задачу образовательную. Мы, ну, как бы, чтобы была удобная коммуникация, мы три дня даем им срез по рынкам. То есть мы собрали там 60 лучших экспертов, и эксперты, выступая, рассказывают там, делают не общие образовательные реакции, а что новенького произошло на маркетинговом рынке там за последний год. То есть вот по факту мероприятие решает две задачи – коммуникация и срез по трендам. Ну, наша конференция, да, как правило, имеет предельно практическую плоскость, поскольку все спикеры, которые выступают, они рассказывают, все их выступления привязаны к их личным конкретным кейсам, да. Какие были случаи, какие были результаты, какие показатели, какие последние фишки вообще трендовые, да, поскольку, ну, мы живем в мире высоких скоростей, высоких изменений, и в любой, и любая отрасль, какая бы она депрессивная ни была, все равно происходят сейчас двиги. Информационное общество и… Каждый год нужно устраивать себе доквалификацию, иначе ты устареваешь, иначе… Это относится к любой компании, не важно, чем она занимается. Ну, нет, ну, я, конечно, представляю себе там демократичные… Ой, ну, там стародревние компании, ну, компании, которые действуют методами десятилетней давности, но, как бы, это, ну, цикл жизни, они скоро умрут, как бы, если они хотят… То есть они не эволюционируют просто, да, в этом случае? Они тогда не эволюционируют, им всегда нужно, то есть, ну, если не следить за трендами, если не там, ну, банально там, если не ходить на мероприятия, ты постепенно теряешь хватку, ты теряешь знания рынка. Вот, а если идти на мероприятие, то как бы ты ее себе… То есть ты, ага, вот тут новенькая, тут новенькая, тут новенькая. Ты знаешь, чем живет тусовка, ты ухватываешь все процессы. Мероприятие – это всегда новые возможности. Если ты даже пришел на мероприятие, ты прекрасно осведомлен обо всем контенте. То есть ничего нового для тебя не сказали. Бывает, ну, процентов 5-10, они мегаэксперты. Они реально умные. Да, да, такое бывает. В любом случае для тебя открываются новые возможности. Ты лишний раз спозиционируешь себя как эксперта, как человек-бренд. Ты повысишь свою собственную узнаваемость себя, своей компании. У тебя лишний раз возьмут интервью. Ты пообщаешься с партнерами, посмотришь, что делают конкуренты. Да, это все из-за этого тоже в том числе. Попал в средства массовой информации, да, там фотка какая-то. Вот, где был этот такой товарищ? Самое смешное, это когда вот, ну, эксперты же зачем ходят на мероприятие? Они ходят выступить, они ходят показать, что они эксперты. Это смешно, когда, ну, это, наверное, смешно и грустно. Вот это реальная проблема рынка на самом деле. В России, к сожалению, культура публичного выступления, культура выступления на мероприятии совершенно не развита. И люди не понимают. То есть, ну, самая типичная вообще ошибка, которую допускают спикеры, они берут, спрячутся за стойку, и постепенно аудитория засыпает. И там они, значит, вещают. За стойку, за трибуну ты имеешься? За трибуну, да-да-да. Они заваливают ее контентом, контентом, контентом. Ну, подожди, это говорит о том, что просто вот этот конкретный спикер, он не владеет технологией выступления публичного, да? За рубежом, то есть, ну, в Америке. Давайте возьмем, как пример, Америку. То есть, там есть культура стендап. Ну, то есть, что такое стендап? Это когда комик выходит к микрофону и рассказывает. А публичное выступление, что оно на деловом мероприятии, что оно на развлекательном... Это тот же стендап. Это тот же самый стендап. Серьезно? Разница только в том, что тебе... Ну, что тут ты помимо... Ну, помимо того, что ты даешь какой-то эмоции и транслируешь, чтобы аудитория не засыпала, ты должен еще на 20% чему-то их поучить. То есть 20... Есть золотое правило. 20% контента, 80% эмоций, истории, впечатлений. То есть, тогда это будет, да, дойдет до слушателей. Тогда есть закрытые какие-то мероприятия, где действительно могут обсуждаться проблемы законодательства. Они предельно узкоспециализированные, деловые. Спокойные. Да. Там уже, конечно, нет шоу, но действительно их мало. И таким спикерам, допустим, простительно осветить последние изменения в законодательстве. Но и то это можно... Иначе, да, по-разному сделать, правильно? Подачи, подачи этого материала, чтобы... Вот на наших конференциях многим присутствующим они сидят и до 9, и до 8. И потом у нас люди спрашивают, а как это происходит, что у вас до 8-то мероприятия... Я и не заметил. ...не заскучают, и до 9 бывают. Например, Дмитрий Потапенко придет к нам, его публика не отпускает, потом 4 часа стоит в муче. 4 часа он стоит у пресс-вола и отвечает на вопросы, и ползала стоит. Но при этом, смотри, я предположу, что он уже к 4 часу не выглядит вот таким вот, ой, ребята, уже достали вы меня. Наоборот, он держится до последнего. Есть легенда, что... Это профессионал, потому что... Профессионал. Не просто профессионал, он еще и любит выступать. Есть легенда, что на Селигере, по-моему, он 12, по-моему, часов отвечал на вопросы аудитории. Обалдеть. Не, ну, в Селигере там можно сесть на пенечек, расслабиться, может быть, да? Он там еще чаек попивал. Я отвечал на вопрос. Походу, да, что называется. Да, на самом деле, ну, реально смешно от того, как... Для нас просто боль, что не умеют выступать, поэтому мы так активно об этом говорим. Но мы работаем над этим. Не, ну это правильно. Кстати, вот мне очень интересно, а как вы-то над этим работаете? И по поводу этой боли я с вами абсолютно согласен. Многие вещи неэффективны, да, если мы говорим вот о вербальном, так сказать, каком-то общении. Именно потому, что люди просто элементарно не умеют рассказывать, разговаривать, грамотно разговаривать. Подачи нет у них. Ну, это вещи-то очевидно. Ну, это, конечно. Извини, пожалуйста, сейчас, Андрюш, мы прервемся. Значит, сейчас, уважаемые слушатели, время новостей на Финам.ФМ. И после новостей мы продолжим наш разговор. Итак, продолжаем эфир бизнес-класса на Финам.ФМ.Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Манихин и Андрей Панферов. Владельцы агентства специальных проектов «Прайм-тайм-продакшн». Деловые мероприятия как эффективный инструмент продвижения кампании. Тема нашей сегодняшней беседы. Ну, что ж, друзья мои, давайте продолжим. Вот очень мне любопытно. Действительно, представим, да, какое-то деловое или не очень мероприятие. И народ засыпает, потому что один вышел, что-то бубнит себе под нос. Второй бубнит, непонятно, что происходит. И вы, как устроитель, я так понимаю, вы же устроители на миры. Конечно. Каким образом вы можете повлиять на этого спикера? Что вы можете ему сказать? Пинка вы идите ему дадите, отключить микрофон. Ну, во-первых, поскольку мы сами сторонники развития этой культуры, публичных выступлений, и сами непрерывно ходим на тренинги лучших экспертов, берем их технологии и пытаемся наши знания передать спикерам, которые есть. Это первый момент. Второй момент, мы стремимся разнообразить формат проводимых мероприятий, да, для того, чтобы вовлечь по максимуму всех делегатов, всех присутствующих на этом мероприятии, чтобы они коммуницировали, да, чтобы получали обратную связь со спикером. Ну, и, конечно, мы стараемся не раздувать по таймингу выступления наших спикеров. Стараемся делать их достаточно короткими, сжатыми, эффектными, что одно выступление, одна или две-три ключевые идеи. Ну, то есть я правильно понимаю, что вы до мероприятия каким-то образом работаете с этими спикерами? Ну, у нас же как минимум встречаетесь, там, или что-то там какие-то... У нас же просто жесточайший отбор. Вау! То есть, ну, чтобы выступить у нас, нужно минимум три публичных выступления иметь. То есть, причем часто присылают... Причем некое портфолио, да, ребята, вот я выступал здесь, посмотрите здесь, да? Конечно, конечно. Да, наличие публичных выступлений, это первый ключевой критерий для нас, даже не статус человека, то есть, ну, бывает, там, люди звонят из правительства Москвы, говорят, давайте мы у вас выступим, мы говорим, простите, у нас стандартная процедура, извините, мы ничего не можем поделать, три публичных выступления минимум. А он начинает говорить, да я крутой такой, вы что делаете? А мы частный организатор, на нас не надо. Ну, вы... Вы нам испортите всю вечеринку, понимаешь? Нет, вы пришлите, если вы уверены в себе, ну, попросите вашу помощницу нам выслать, и все будет отлично. И люди пропадают. Ну, я скажу к слову, что на... да, что у нас 60 экспертов на российской неделе маркетинга будет выступать, вот, да, даже немножко более 60, и порядка 250 человек где-то в режиме ожидания или хотели бы его, знаете, этот цикл выступить у нас. На самом деле, вот, да, говорит само за себя. Самое главное правильное, люди часто приходят выступать, они хотят продать свой продукт, но они не понимают, что если они будут только рекламировать свой продукт, это не приведет их к деньгам. Кстати, вот давай мы с этой точки зрения посмотрим на американский, ну, наверное, прежде всего на американский опыт, там все это дело действительно просто на высшей пилотаж, что называется. Вот там, когда человек ставит перед собой целью публичного выступления, ведь он расписывает, да, буквально там каждый свой вздох. Есть две техники, ну, то есть сейчас я рассказываю не свой материал, это там материал Андрея Парабеллова, он очень сильно вот в эту тему углубился, очень хорошо его развил, наверное, единственный в России. И он, ну, как бы он заметил две методики. Первая методика, это когда человек реально готовит свое выступление, и он там ездит потом по стране с одним и тем же выступлением, с одним и тем же мастер-классом, с одним и тем же тренером. Да, да, извини, некорректные будут сравнения, это как наши звезды под фонограмму чешут, да, вот примерно то же самое. Да, в том числе, что они, у них одинаковый жест. Абсолютно, да, да, да. Ну, они выучили, показывают нам все время, они перед зеркалом тарастоцуют, на слово А надо сделать вот так, на букву Б вот так. Да, это нормальная совершенно стратегия, надо понимать. То есть, ну, вполне так можно жить, так можно продавать, так можно эффективно выступать. Есть вторая. Я единственный, извини, пожалуйста, у меня просто был опыт и самостоятельных выступлений, и коллег я смотрел. Ну, смотри, вот, хотя, наверное, я соглашусь, я сейчас объясню, да, о чем я подумал. Я знаю нового коллегу, который примерно такую же тактику использует, и более того, ну, и тоже это логично, чтобы каким-то образом оживить свою беседу, он там какой-то анекдотик обязательно, да, там какую-то шуточку. Вот, и я подумал о том, что ладно, я его слушаю 10 раз, 10 раз на одно и то же, и 10 раз на одно и то же, и 10 раз на одно и то же анекдот, и 10 раз на одно и то же шуточка. Это, конечно, уже утомляет, потому что, если сказать больше. Но, с другой стороны, я сейчас подумал, ну, он же это перед разными аудиториями, и для каждой новой аудитории эта шуточка, она свежая, и это нормально? Нормально. То, о чем ты говоришь, называется микроистория. То есть любое хорошее, качественное, публичное выступление состоит из микроисторий. Что такое микроистория? Когда ты, вот у тебя есть короткая история, вот мы часто рассказываем всем про то, как мы собеседуем. Вот это вот, ну, то, что мы тебе рассказали про то, что мы 500 человек, это наша малюсенькая микроистория. Она может быть более длинной, она может растянуться на полчаса, может на 5 минут, а может там, ну, на разные форматы, да, а в среднем там 3 минуты, отличная микроистория. И, значит... Причем ее, извини, ее выигрышные, да, вот этой микроистории, выигрышные идеи в том, что у тебя есть, ну, условно говоря, скучная какая-то основная тема, и потом раз, и ты вдруг как бы, да, внимания отвлекаешь. Да, должно быть 500 таких историй. Совершенно верно. 500 историй, и ты идешь выступать. И когда ты, у тебя, когда ты знаешь, что у тебя, ну, в загашнике 500 историй, ты можешь симпровизировать любое выступление. Каждый раз посанклировать этими историями. Каждый раз свежее. Да, смотреть на что, вот очень важный момент, смотреть на что публика хорошо отреагировала. Вот есть типичные шутки, любят в Москве пошутить про Питер, вот особенно бизнес-тренеры. Это что, на 100% работает, да? 100% рабочая шутка. Есть даже этот, есть так, техника, питерское начало называется. Начало? Питерское начало, когда ты медленно, неторопливо начинаешь по-питерски выходить в контакт с этой историей. Самое, самое циничное, что эта же шутка работает и в Питере. Только про Москву, да, и про Питер тоже. Про Питер, да. Они же знают, что они из Питера. Я бы хотел немножко продолжить и вот затронуть тему, да, мы сказали про спикеров, как представителей компаний, да, есть еще одна проблема, которую мы заметили. Многие компании не понимают всю выгоду их участия в деловых мероприятиях. Собственно говоря, мы одной из наших целей ставим как раз, да, чтобы убедить компании, чтобы показать, что выступление, да, свое позиционирование на деловых мероприятиях в качестве спикеров, размещение или в экспозоне, или каким-то другим способом, это реальный инструмент увеличения продаж в конечном итоге. Что же греха таить, любая компания, да, ее цели это либо увеличить собственные продажи, рассказать о новом продукте, спозиционироваться, показать свой ребрендинг и так далее. Разные бывают задачи. И вот все, всю эту палитру задач можно решить на деловых мероприятиях, да, и мы, когда общаемся с нашими партнерами, да, когда у нас есть различные возможности участия в наших мероприятиях, мы стремимся подойти индивидуальной компании, исходя из ее стратегических задач. Именно вот так мы выстраиваем с ними диалог. То есть в данном случае, смотри, мы опять вернемся к теме, эффективный инструмент продвижения компании, это как раз вот есть деловое мероприятие, да, надо просто объяснить людям, дать им понять, в чем преимущество, в чем фишка, да. Основная ценность, да, вот даже такая базовая, которую могут понять любой собственный бизнес, это стоимость привлеченного клиента. И если он, да, будет рассматривать свое участие в этом мероприятии как инвестицию, да, ну, любой собственник должен знать стоимость привлеченного клиента. То есть здесь он как раз получит, что участие в мероприятии довольно-таки выгодная инвестиция, если грамотно выстроить взаимоотношение с этим мероприятием. Смотри, Леш, ты начал говорить о том, что не все понимают, да, я смоделирую ситуацию, вот есть компании, которые, ну, до конца, может быть, да, всю эффективность, весь выхлоп, точнее, да, из этого мероприятия не видят. Но, тем не менее, он говорит, ну, ладно, я согласен, я пойду, я... И вот как эту эффективность, с вашей точки зрения, да, как в его лице, как ее поднять, как ему рассказать о том, что, дружище, ты не просто здесь просидишь там 3 часа, 5 часов, да, а надо еще вот это, вот это, вот это, и тогда будет результат. Нет, ну, здесь, смотрите, существует несколько форматов участия в любом деловом мероприятии, которое вообще проходит в Москве и, в принципе, в мире. Первое, это, естественно, прийти на него как делегатом. В этом случае первое, что ты получаешь, это работу с другими делегатами, то есть, ну, помимо знаний, которые ты получаешь в процессе... Работа – это общение, да? Общение, естественно. Надо это воспринимать не как я потусить пришел, а как, ага, тут у меня потенциально эти-эти-эти-эти люди, я должен с ними-с ними-с ними переговорить, чтобы решить вот такие-такие-такие задачи. Очень часто для этого можно запрашивать список участников мероприятий, если он открытый, если он закрытый, то там все равно можно в процессе как-то озвучить. Вот, вторая история – это позиционирование на мероприятии. Это когда компания либо выступает как спонсор, либо выступает как спикер, либо выступает как, ну, находится в экспозоне, либо там что-то еще. То есть, ну, здесь уже задача немножко по-другому выглядит. То есть, здесь задача не столько стоит, ну, помимо вот этого вот общения с нужными тебе делегатами для того, чтобы получить там рекламный контракт или получить там какие-то себе бонусы или плюшечки, вот, ты можешь привлечь к себе внимание. Причем это надо делать особым способом. То есть, ну, банально там, начнем с, ну, самый типичный способ участия в мероприятии, как, ну, это дать, вложить раздаточные материалы в пакет участников. Ну, вот, банально, проходит какой-нибудь там московский урбанистический форум есть такой, да, и вот вложи, там ты, допустим, строительная компания, ты заплатил чуть-чуть денег и вложил, значит, вот, ну, в пакетике участникам свой флайер. Это же не работает так просто. Ну, и чего, я вытащил эту папку и посмотрел, и выбросил вот здесь же. Как мы только не делаем, не объясняем, что вот это работает. Необходимо даже вот в этом узком моменте заставить потенциально, да, другого делегата, которого там будет, нужно уметь цеплять за крючок. Нужно давать либо конкретный, что-то бесплатно, либо что-то попробовать, да, зацепить его на крючок и сделать так, чтобы он первый раз коснулся вашей компании, да. И, соответственно, это вот тоже тонкий момент, который компании не понимают, как использовать. Ну, грубо говоря, они могут потратить большой бюджет, да, на эти раздачные материалы, да, его не использовать. Это вот второй момент, о котором говорил Андрей. А третий, необходимо все-таки понимать свои стратегические задачи, да, ну, нельзя просто так взять... То есть, зачем я туда иду, да, вот я должен поставить задачу? Да, привлечь ли клиента, чтобы он пришел к вам, либо сделать пару-тройку важных встреч, либо визуально представить новые логотипы или новые продукты вашей компании на экране, либо дать лишний раз интервью огромному количеству делового СМИ, да, который будет присутствовать на этом мероприятии. Здесь масса моментов. Я приведу банальный пример. То есть, ну, например, у нас есть друг, его зовут Антон Ельницкий, он занимает, собственно, интернет-продажами, обучению интернет-продаж и обучению менеджеров интернет-продаж. То есть, он это называет интернет-генералы. Вот, то есть, обучает интернет-генералов 50 уровней. Ну, то есть, менеджеры – это такая средняя, а генералы – это круто. Генерал – это уже круто, да. И он, значит, ну, вот он с этой концепцией хотел пойти на РИФ, российский интернет-форум, который на прошлой неделе закончился. Вот. И, значит, как Антон, ну, как бы Антон обратился там за этим, и мы придумали следующее. То есть, мы вот сделаем не просто флайер, да, а раздай диск, на котором напиши. Не вскрывать. Это взорвет ваши интернет-продажи. И внутрь вложи что-то там, какую-то пулю, чтобы казалось, что это что-то объемное. Что-то не просто диск там лежит, а что-то там важное такое. Ну, то есть, можно вот так вот, да, пощупать рука, вот действительно там какая-то... Какая-то штучка там, пуля или что-то такое. И реально интересно, то есть, сейчас вот, ну, люди, они же придут домой, им же захочется посмотреть, что... Ну, как минимум, я не выброшу уже, да, вот на выходе. Как минимум, ты не выбросишь. Ну, должно быть два критерия для хорошей раздатки. Первое – ты точно ее не выбросишь. Второе – ты точно будешь на нее смотреть. Вот очень классно поступил антивирус и Сетнот. Они нам на одну из наших конференций привезли там четыре коробки бейсбольных бит деревянных, на которых написано «Антипомощь в борьбе там с вирусами». И, значит, мы как сделали? Ну, мы не могли удержаться. Во-первых, вот эти биты те самые, с которыми мы ходим по офису. Ну, я понял уже, да. Бьем, избиваем отдел продаж. Вот. А во-вторых, мы их вручали всем спикерам. То есть, ну, вот это тебе там, чтобы ты бил клиентов, которые не платят. Вот. И как бы, ну, вот это классный пиар. То есть, ну, они не платили нам денег за то, чтобы мы их... Вот сейчас говорю как организатор. Я был шокирован, насколько классно придумали. Или там «Работа.ру». Они, знаете, что раздают на мероприятиях? У них есть специальные, значит, такие штучки, которыми мониторы можно протирать и клавиатуры. И у нас тоже лежат, ну, как бы... Это что, тряпочки какие-то? Ну, не тряпочки. Губочки. 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 Для очистки мониторов. И для клавиатур. И у нас осталась коробка одна после мероприятия. Мы лежим, мы не можем ее выбросить, и мы все время на нее смотрим. Что жалко. Жалко. Просто настолько классная раздатка. И вот именно такой должен быть принцип. Человек должен не хотеть это выбросить и должен хотеть это оставить себе. Вот, ну, и тогда... А просто тратить деньги вот на эти флайеры, на тупые флайеры? Бессмысленная затея. Нет, необходимо, как минимум, да, еще, да, многие компании не понимают ценность контактов, да, серьезной потенциальной своей целевой аудитории. Они просто могут прийти на это мероприятие, взять там половину контактов, и потом за счет выстраивания многошаговой цепочки касаний этих клиентов, с помощью там e-mail, маркетинга, других технологий, получить этих клиентов. Пусть не с первого раза ты им продашь, но ты привлечешь внимание к собственной компании. Еще один важный момент, почему многие компании стремятся выступить партнерами мероприятия, но ведь, по сути, мы делаем знаковые события в какой-то определенной отрасли. И компании, которые не присутствуют на этом мероприятии, по факту все прочие считают, что, ну, они теряют собственную значимость, они теряют заметность. То есть компании могут быть действительно профессиональные, она может иметь статус, но если она не участвует в публичных мероприятиях и деловых на протяжении, там, 1-2-3 года, внешне, да, например, да, если это... Ну, никто не знает просто. И знает только на этом узком рынке. Но когда какому-то клиенту, да, понадобятся потенциально услуги этой компании, оно же не будет на слуху. Извини, пожалуйста, сейчас времени немного. Мне показалось, корректным будет пример социальной сети. Вот есть огромное количество людей, грамотных, наверное, которые там не постят и не перекладывают эти картинки. А есть парочка-троечка, да, которые достали уже. Ну, они их все знают, тем не менее, потому что они каждый день что-то кошечек новеньких выкладывают. И вот, пожалуйста. Поблизите, поблизите. Да, охотики, да. Мало быть просто экспертами, да, мало предоставлять качественный сервис. Нужно делать так, чтобы о твоем качественном сервисе и о твоей экспертизе знали все. Согласен с тобой. Леш, спасибо. Значит, сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, последняя часть эфира. Еще 12 минуточек у нас осталось. Интереснейший разговор. Замечательные гости у меня в студии сегодня. Это Алексей Манихин и Андрей Панферов, владельцы агентства специальных проектов Prime Time Production. Ну а тема, которую мы сегодня заявили, звучит так, деловые мероприятия, как эффективный инструмент продвижения компаний. К сожалению, да, Андреш, не все еще, да, ваши потенциальные клиенты не понимают, да, что действительно деловые мероприятия – это такой пусть в будущее, да, такая… Инвестиция. Инвестиции в будущее, да. Ну, культуры просто нет, на самом деле. Там Советский Союз, ну, можно много ругать, ну, и я чуть-чуть поругаю. Я скажу, что убита культура реально работы на деловых мероприятиях. Потому что, ну, нет понимания, да, как мы уже сказали, нет привычки их посещать. И банально, нету, огромный рынок практически свободен. А я тебе, знаешь, что я хочу сказать? Я, слава богу, да, и пожил. Ну, я и родился в Советском Союзе, и пожил. И у меня, ну, как минимум, сознательное детство и юность была в Советском Союзе. Может, опять не очень корректные сравнения. Но что вот было любое деловое мероприятие. Я там был пионером активным, комсомольцем активным, съезды, все вот эти слеты. Это просто вот, ну, как вам сказать? Это просто… Сейчас слово подберу. Это был продукт идеологии. Ну, согласен, согласен. Я говорю, может, не очень корректно. Но это просто отметиться, прийти, отметиться. Вот я сел, что там говорят, мне не важно. Добровольно, принудительно. Совершенно. Я пришел, посидел, штаны протер, там, может быть, что-то действительно… Вы знаете, когда вот некоторые наши потенциальные участники наших конференций, да, в кулуарах заключают контракты не на один миллион, они приходят снова. Вот это результат. Они приходят выступать. Да, конечно. И они нам сами об этом же говорят. Вы знаете, мы вот получили хорошую обратную связь, мы будем с вами сотрудничать дальше, мы будем приходить на ваши мероприятия. И мы замечаем, что у нас порядка 10% нашей аудитории целевой, бизнесовой, она кочует из одной конференции в следующую, покупает сразу билет. Мы делаем скидки к постоянным участникам. Смотри, а конференции, они все-таки по тематике близки друг к другу или не суть важны? Наши конференции, прежде всего, направлены на всестороннюю, если так можно выразить, прокачку собственника бизнеса, да. И до этого наша конференция была премиум-конференция продвижения премиальных брендов, конференция управления бизнесом большая. Это были конференции для собственников бизнеса, да. Далее мы в этом году провели конференцию запуск бизнеса для начинающих предпринимателей и также для собственников бизнеса. Но в дальнейшем, конечно, мы будем немного расширяться, и уже этой осенью у нас будут конференции такие, как Российская неделя кадров, Российская неделя финансов, Российская неделя ритейла, Российская неделя продаж, Российская неделя рекламы. Мы будем собирать разносторонние целевые аудитории. Но в целом все наши конференции направлены на то, чтобы собственники бизнеса или менеджеры структурных подразделений получали инструменты продвижения бизнеса во всех направлениях. Это важно, мы стремимся на то, чтобы бизнес развивался. Удивительная история. Я обратил внимание, что чем больше человек платит за посещение мероприятия, тем больше он мероприятием доволен. Ну, об этом есть логика, наверное. Мне как неловко признаться, что я заплатил бешеные деньги и посидел, что-то... Ничего-то не понял, да. Да, я буду, наоборот, всем рассказывать, что... Печеньки не понравились. Да-да-да, что это круто. Знаете, у вас, вот те, кто приходит там бесплатно, там бывает иногда говорят, ну, есть такая квота билетов там, да, для студентов, ну, как бы мы же должны как-то помогать вузу, чтобы нам было потом кого нанимать. Вот, они говорят, ну, вот печеньки, значит, нам у вас на мероприятии не понравились. А то, что там спикеры выступали, ему просить понравилось. Это хохма такая, я так думаю. Ну, правильный такой юмор. Но мы стараемся, на самом деле, привлечь на наши мероприятия не только деловую аудиторию. У нас действительно, у нас есть там 30-40% скидки мы предоставляем студентов. Мы действительно хотим, чтобы вот этот качественный контент, который... А студенты охотно, кстати, посещают мероприятия? Они посещают охотно, я вам более того скажу. Я вот, ну, я преподавал 6 лет маркетинг-рекламу в крупнейшем вузе Волгограда. Когда ты успел-то, боже мой. Мне уже, извините, 28 недавно исполнилось. Извини, конечно. И я вам хочу сказать, что те знания практические, которые выносятся, да, на сцену в наших деловых мероприятиях, они не почерпнут ни в одни книги, например, по маркетингу. Ну, как можно обучать маркетингу, да, по Котлеру, на огромные, на огромные серьезные корпорации? А люди приходят работать в маркетинг, в реальной жизни, в малом бизнесе. Там абсолютно другой горизонт планирования, абсолютно другие скорости, абсолютно другие технологии, о которых не расскажут в вузах. А как они о них расскажут, если они каждые полгода меняются? Это очень, кстати, смешно. Есть такой Юний Давыдов, он один из лучших рекламщиков в России, вообще в Европе считается. Вот. И очень классный спикер. И он как-то, мы были на одном его мероприятии, и он говорит, значит, его спрашивают, скажите, а вот какие учебники по маркетингу мне лучше всего почитать, чтобы вот стать хорошим маркетологом? Юний Давыдов отвечает гениальной фразой. Вы знаете, чукчешь не читать. Логично, логично. Нет, в этом логике есть, я согласен абсолютно. Очень часто чтение какого-то, да, вот такого фолианта заскорузлого, оно наносит больше ущерб, чем если ты вообще ничего не читал. Конечно. Ну, здесь вопрос практики. Мы тоже ни в одной книге мы не прочитали, как привлекать целевые аудитории на конференцию. Как книги о конференциях, по-моему, там в количестве до 10 штук вообще в мире присутствуют на английском языке. И вот как устраивать эти деловые мероприятия, вы только на собственном опыте. Очень мало. Организаций всего, наверное, 15-16 в Москве занимаются реально классным конференционным бизнесом, собирают реально интересные конгрессы. В основном, как бы, большинство технологий, которые есть на этом рынке, они были десятилетней давности, мы сейчас пытаемся внести что-то новенькое, интересненькое. Даже банально, ну, вот Russian Marketing Week это хипстерская конференция такая в каком-то смысле. То есть у нас там розовый... Сегодня только договорились, значит, что нам забрендирует один троллейбус, который будет ездить по Садовому кольцу, покрасит его в розовый цвет. Ну, это нормально. С фотографиями спикеров. В полный рост и инопланетян. Слушайте, забрендируют троллейбус, покрасят. Мне очень интересно теперь стало, ну, и было до этого. А где вы берете? Это все же требует затрат. У вас есть спонсоры, я не знаю, вы привлекаете. Это многоуровневая такая, да, структура, ну, сразу объясню, конференция это сложный продукт, да. Если говорить о маркетинге деловых мероприятий, да, это сложнейший маркетинг. Сложнее навряд ли можно придумать, потому что ни один, практически ни один инструмент не позволит тебе привлечь целевую аудиторию более чем на 5%. Поэтому у нас 50 таких инструментов, и мы ими жонглируем, мы измеряем эффективность постоянно, и постоянно ищем новые инструменты, да, не говоря уже о банальных традиционных инструментах. В реальности деньги приходят, это делегатские участия, это спонсорские участия, это выставочные места. То есть, ну, спикеров мы не продаем там практически принципиально. То есть, очень редко, когда мы продаем спикерсу за деньги, должен человек реально уметь выступать. В основном мы сами выбираем. Ну, это квота 5-10%, мы это открыто говорим, и если человек у нас, если серьезная компания покупает спонсорский пакет, да, и даже купив спонсорский пакет, в котором галочки помешаны, что вы имеете возможность привлечь спикера, мы спикера этого обязательно смотрим. Отслушимся. Да, и экспертный совет выбирает. А то потом, у нас ключевой критерий, когда мы делаем мероприятие, вот неделя до мероприятия мы делаем. Итак, дорогие друзья, у нас осталась неделя, мы говорим команде, сейчас наша своевая задача сделать так, чтобы в эту субботу нам с вами не было мучительно стыдно. Нет, ну это нормально, я думаю, это любое мероприятие, деловое или не очень, осталась неделя, наверное, это физичная прямая, и понимаешь, что, да, вроде бы осталось всего лишь ничего, а огромное количество еще... Ну, и в целом хочется сказать о рынке, да, что в целом в мире, ну, тенденция такая намечается, что рынок деловых мероприятий растет, в целом майя индустрия, индустрия делового туризма развивается, да, и мы, вот, да, для нашей компании, мы выступаем, по крайней мере стремимся, да, показаться этому рынку как неким таким, такой, всеобщей объединяющей константой. Мы не видим ни в ком конкурентов, мы объединяем всех, мы привлекаем на наши форумы, да, другие компании, которые также занимаются выставками, конференциями. Давайте собирать вместе деловую аудиторию. А, пожалуйста. В данном случае, вот в этом случае, вы партнеры или... Конечно, они приглашают собственную аудиторию на наши мероприятия, да. А мы, соответственно, свою на их. Когда, понимаете, когда вы горите вашим делом, и когда вы стремитесь сделать его качественно, и по-своему, самое главное, никого не копируют, ну, не будет у вас конкурентов, да, внутри вас, пусть кто-то вас копирует, но... Это же партнеры, это все не конкуренция, это партнерство. Конечно, мы собираемся менять культуру этого рынка, да, мы собираемся выходить не только, да, а на... И стараемся делать это вместе с другими организаторами. Кстати, Алексей, Андрей, смотрите, я правильно понимаю, что вот культура, ну, если не брать культуру такую, да, понятие культуры такого базового, да, то есть культура того или иного бизнеса, она как раз вот нынешней ее интерпретацией сводится к тому, что то, что раньше воспринималось конкуренцией на рынке, да, сейчас воспринимается именно партнерскими отношениями. Культура глубже. Культура это не только вот понимание, да, культура это понимание, реально понимание своих целей, понимание возможности других целей, понимание того, как твое окружение влияет на эти цели. То есть жить не с повязкой на глазах, как живет большинство бизнесов России, потому что предпринимательство не культивировалось, опять же, да, опять же слово про культуру, а жить с открытой повязкой, реально смотреть трезво фактом в лицо. И когда ты смотришь трезво фактом в лицо, ты понимаешь, что это не все, не все, кто работает с тобой на одном рынке, это конкуренты. Это вот еще очень сильно связано, да, в последний момент с осознанностью выбора собственного предназначения и идей в бизнесе. И вот у нынешнего поколения предпринимателей, они могут себе позволить выбирать собственное дело и понимать, в какую сторону им идти. А когда ты идешь своим путем, ну, какие у тебя могут быть здесь конкуренты, это твой путь, ты сам его строишь, ты сам понимаешь, как из кем тебя двигаться. Можно говорить о некой свободе все-таки, да, именно внутреннем вот это ощущение. Если раньше бизнес это некая принудиловка все-таки, или огромное количество проблем, которые вот здесь вот лежат на горбу, и ты все время их тащишь и шашешь. Также очень многое зависит, да, конечно же, от собственников, да. Если собственник понимает, что, ну, зачем я буду ссориться, ругаться, как-то по-другому взаимодействовать с другими компаниями на этом рынке, и, ну, зачем мне это все нужно? Давайте вместе развивать этот рынок, зарабатывать больше денег, давать вместе какую-то еще большую ценность. Вот в этом преимущество у нас осталось-то. Очень мало, минуточка буквально. Минуточка. Давай закончу посылом к аудитории, так сказать. С удовольствием. Дорогие друзья, дорогие слушатели Финам.ФМ, хочется сказать вам следующее. Постарайтесь всегда понимать то, что вы делаете, то, зачем вы делаете, и в каждую минуту времени, которую живете, это осознавать. То есть, да, понимать, что и зачем происходит. Вот. Будьте открыты к новым возможностям, будьте открыты к своим конкурентам, в том числе к своим клиентам. Ходите на деловые мероприятия, завоевайте аудиторию. Будем, ну, чуть-чуть, там, в конце секундочку рекламы. Приходите к нам на Российскую неделю маркетинга, просто вбейте в Яндекс.Рашн.Маркетинг.Уик или Российская неделя маркетинга. Первый сайт, который вам откроется, будем мы. Я присоединяюсь буквально в последние секунды, хочу сказать, что деловые мероприятия, да, это лишний раз повод уцепиться за тренды и лишний раз возможность придумать новые идеи вашего бизнеса. Вы расширяете ваше сознание, вы расширяете ваши связи, вы... Снимаете шоры. Это лишний раз инструмент для того, чтобы вы находились в тонусе, в балансе и в драйве. Я понял. Деловые мероприятия это дают. Спасибо огромное. Спасибо, Алексей Манихин, Андрей Панферов, владелец агенции специальных проектов Prime Time Production. Мы говорили о деловых мероприятиях. Тире – это эффективный инструмент продвижения компании. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе.